И в продолжении темы. Масштабные экономические санкции, введенные против нашей страны, среди прочего, привели к нарушению налаженных связей по поставке всевозможной продукции из-за рубежа. Помимо проблем с поиском замены, у отечественного бизнеса возникает ряд других проблем. В Тверской области их решением занимается региональная торгово-промышленная палата, которая провела рабочее совещание, посвященное этому вопросу. Есть такое понятие в бизнесе «форс-мажор». Это когда по независимым обстоятельствам контрагент не может полностью или частично исполнять обязательства по контракту. Однако нынешняя непростая внешнеполитическая ситуация отразилась и на отечественных предпринимателях. К сожалению, то, что у нас с вами записано в 401 статье Гражданского кодекса, которая определяет условия форс-мажорных обстоятельств для предпринимателей, естественно, нет ни термина экономическая война, которая связана против нас. В результате получается такая ситуация, когда, например, фирма обязана поставить муниципалитету некое оборудование. Правда, выясняется, что отдельные комплектующие производятся в недружественных странах и закуплены быть не могут. Заменить аналогом нельзя, поскольку в контракте четко прописана именно та фирма, которая в итоге ввела против нас санкции. На славах чиновники все понимают, но закон нарушить боятся. Вот и получается форс-мажор. Что с этим делать и обсуждали на рабочем совещании, которое прошло в областном министерстве промышленности и торговли. В разговоре приняли участие представители предприятий региона, а также торгово-промышленная палата Верхневолжья. Сейчас мы просто объясняем предпринимателям, как к этому лучше подготовиться, какие документы нужно подать, чтобы потом не оказаться в условиях неисполнения своих обязательств раз, ну и автоматического попадания, особенно по 44 ФЗ в список так называемых организаций, которые не в состоянии исполнить свои обязательства. Но уже в мае отечественным производителям станет полегче. Федеральный парламент по предложению торгово-промышленной палаты России внесет коррективы в ту самую 401 статью. И фиксировать форс-мажоры станет намного легче, что приведет к снижению количества споров между заказчиками и поставщиками.